состоит в том, что благодаря огромному интеграционному потенциалу глобализации многократно возрастает опасность использования ее возможностей в эгоистических целях отдельных государств или в странах для мирового государства. Об этом укрыто явлением новых системных угроз, стремление к однополятному пониманию мира. Принципы евразийской интеграции исходят из другой парадигмы развития. Минституционная основа евразийской идеи, евразийский инициатив, менталитет наших народов, объективно формирует новую концепцию моего понимания, основанную на минституционных диалогах. Вопрос, будет ли реализован данный представитель этой идеи, стоит перед человечеством. Как нам представляется, один из ключевых факторов – это объединение творческой интеллигенции на базе единства евразийской культуры и евразийского образования. Существует определенное противоречие между развитием культуры и развитием цивилизации. Культура всегда имеет духовную основу. Она питается глубокими духовными истоками жизни народа и производит в себя новую форму, форму творчества и творчества людей. Сейчас жизнь связана с этой возвышенной деятельностью творческой интеллигенции, которая присутствует в этом зале. Цивилизационная эволюция, развитие цивилизации, хотя и базируется на культурной основе, однако имеет собственную луну. Глобализация – феномен общественного развития, а не продукт развития собственной культуры. Глобализация бросает вызов основам многимых условий жизни народа и не может наступить противоречия с культурным наследием народа. В условиях новых грандиозных информационных возможностей сила одномерного глобального...